День ВДВ В субботу ли отмечался? Или как-то ВДВшники во вторник могли его отметить? Да, действительно, накануне было принято решение о совмещении праздника 2 августа Дня Воздушно-Дестантных войск с Днем города Рязань. Поэтому коллегиально приняли решение о переносе праздничных мероприятий с 2 августа, с вторника на субботу. И все официальные мероприятия у нас проходили в субботу на стадионе ЦСКА. А вот по поводу вторника, может быть, стоило действительно именно 2-го числа провести День ВДВ? Как это, в принципе, у нас из года в год происходило? Знаете, я позволю себе несколько отшутиться, ведь Новый год мы с вами отмечаем с 31 декабря на 1 января, так же, как и 1 сентября, вне зависимости от дня недели. Поэтому мое личное убеждение и убеждение моих коллег, друзей заключается в том, что 2 августа необходимо проводить именно 2 августа, вне зависимости от дня недели. То есть там в тот день не было никаких мероприятий, в принципе, для самих военных, да? Так, официальных? 2-го числа были локальные возложения цветов на площади Маргелова, но, как таковое праздничные мероприятия, повторяюсь, были проведены все 30-го числа. Хотелось бы у вас узнать, где дислоцируются вот сейчас наши рязанские десантники? Ну, география расположения воинских частей, десантных, она на самом деле велика. У нас десантники выполняют задачи как и на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в зависимости от тех задач, которые на них возлагаются командующим и вооруженными силами, министром обороны. Ну что, они воюют прям, да? Да, действительно, десантники являются резервом главнокомандующего, поэтому выполняют как специальные задачи, так и воинские какие-то операции в помощи нашим братским народам и по наведению конституционного порядка. Так, а в мирном русле их можно использовать? Вот в армейских играх они, наверное, сейчас принимают участие. От нашей Рязани кто-нибудь туда поехал? В мирное время, конечно же, происходит боевая подготовка, обучение. Как раз один из форматов такой подготовки являются армейские игры, которые запустили, как большой проект Министерство обороны запустило. Действительно, уже второй год подряд проводится игра «Десантный взвод». В прошлом году это проводилось у нас в Рязани. В этом году это проводится на полигоне в Новороссийске. Участвуют подразделения всех воинских частей. Плюс ко всему в этом году у нас участвуют семь стран. То есть участвуют не только десантники нашей Российской Федерации, но и наши друзья из других стран. А вы в том году наблюдали вот этот десантный взвод? Ездили туда, смотрели? Да. В том году я являлся активным наблюдателем. Участвовал также и в подготовке к этим десантному взводу, и в тренировках. И, собственно говоря, с первого дня до финала тоже присутствовал на площадке. Все это дело смотрел. Было очень интересное зрелище. Были показательные выступления перед началом игр. Они себя включали. Захват объекта, десантирование с вертолетов. Но основное зрелище это, конечно, была именно сама гонка. Именно сама гонка с препятствиями, с боевой стрельбой. То есть, на мой взгляд, это было самое интересное. А что они использовали при этой гонке? При этой гонке использовалась боевая техника, которая сейчас стоит у нас на вооружении. Использовалось оружие личного состава, стрельба по мишеням. Ну, вот так. Все, что штатно предусмотрено. Но наши победили, естественно. Да, наши победили. Наши, конечно, только нуждают. Пожелаем сейчас удачи. Да, я думаю, что в этом году мы также пожелаем всем нашим десантникам, кто участвует, победы, победы и только победы. А вот по поводу союза десантников города Рязани. Это же общественное объединение. Вы как-то действительно помогаете своим десантникам, ветеранам, молодым, более взрослым, может быть? Что касается общественной организации, я являюсь председателем Рязанского городского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Вообще, организация «Союз десантников» была создана 15 лет назад в 2001 году. Мы хотели помогать ветеранам воздушно-десантных войск, членам семьи ВДВ и тем, кто служил в спецназе. И, конечно же, основное направление, которое сейчас уделяется, это работа с молодежью и патриотическое воспитание. То есть вы за этим и созданы, чтобы общественность... Абсолютно верно, да. Мы поддерживаем наших ветеранов, мы поддерживаем инвалидов, которые у нас есть, инвалиды-воин. Мы поддерживаем... Ну вот каким образом, например? Вы знаете, на самом деле спектр довольно-таки широк, начиная от элементарных поздравлений, поддержки, общения, привлечения наших ветеранов, инвалидов, привлечения к каким-то общественным мероприятиям, да, заканчивая тем, что определенно, конечно же, помогаем материально. Но здесь нужно понимать основную задачу организации, да, мы должны донести до всех наших членов организации, до всех наших десантников, то, что есть такая организация, в которой обязательно человека выслушают и постараются помочь. У нас нет возможности помочь всем, но мы стараемся помочь, и если есть какая-то проблема, стараемся, чтобы человек эту проблему свою разрешил. Ну вот, допустим, кто-то участвовал в боевых действиях, получил травму, что-то какая-то требуется с помощью. Действительно, это один случай, там, на много, допустим, тысяч. Вы как-то обратите внимание, например, на него? Конечно же, есть проблемы, которые нельзя решить быстро и в течение одного телефонного звонка. Конечно же, есть определенные процедуры и регламент, каким образом решает стальная проблема. Всегда стараемся решить, нам идут навстречу и власти в том числе. Ну вот последний какой-нибудь такой пример можете привести? Как вы помогли действительно кому-то с чем-то, кто не мог справиться сам? Вы знаете, не хотелось бы на ком-то отдельно, прямо точно, чтобы никого обидеть. Не хотелось бы сейчас сакцентрировать, да, так же, как и не хотелось бы кичиться то, что вот мы действительно помогаем, помогаем. Мы помогаем по мере возможности, да, мы помогаем нашим инвалидам путем отправления их в санаторий, который предусматривает определенную квоту. Мы помогаем нашим инвалидам с обеспечением их медикаментами, протезами. Мы помогаем нашим ребятам, у кого многодетные семьи, да, либо семьям, кто остался без кормильца, помогаем элементарными вещами, да, то есть кому-то что-то нужно купить, кому-то что-то нужно отвезти, привезти, то есть элементарные вещи. Что касается молодежи, то мы уже традиционно проводим два раза в год турниры по борьбе, куда привлекаем детей 14-15 лет. То есть работа ведется ежедневно, и у кого-то как-то выделить, и сейчас на всю страну сказать, что есть проблемы у этого человека, ну, не хотелось бы. Но вы дружные. Абсолютно верно, конечно. Только у нас, только на шовинизме все и держится. Вот скажите еще, какие у нас известные рязанские десантники есть, например, герои какие-то, или что-то, совершившие какой-то подвиг? Что касается десантников, и рязанских в том числе, вы знаете, я хотел бы сказать то, что десантник номер один, это, конечно же, Василий Филиппович Маргелов. Буквально на прошлой неделе, к сожалению, наше десантное братство с сочувствием похоронило сына легендарного командующего Александра Маргелова. Это был первый человек, который совершил прыжок с парашютом внутри боевой машины. Что касается наших рязанских десантников известных, ну, здесь нужно отдать должное, что это, конечно же, генерал-лейтенант Альберт Евдокимович Слюсарь. Герой России, герой Советского Союза, очень легендарная личность, то есть, ну, наверное, это один из самых выдающихся людей в Рязани. Ну, вот сейчас с ним также можно пообщаться, он также, наверное, участвует и в патриотическом воспитании детей, да, и везде. Альберт Евдокимович ведет очень активную работу как с молодежью, так и с ветеранами. Он является также председателем ассоциации героев нашей по Рязани. Практически на всех мероприятиях мы его приглашаем, он также участвует, то есть, ну, это герой. Будучи командиром полка, выполняя задачи, поставленные в Афганистане, ну, собственно говоря, звание героя получил за войну в Афганистане. Это очень авторитетная личность, причем после войны в Афганистане он был начальником нашего училища, выпускником, кстати, которого являюсь я в том числе. Ну, это человек-легенда, это человек-герой, это человек-легенда. Спасибо вам за эту встречу, мы были рады вас видеть сегодня в эфире нашего телеканала. Спасибо, что пригласили, до свидания. Это была телепрограмма «Городские встречи», увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»